Доброе утро, Беларусь! Главный военно-морской парад Российской Федерации в день военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Парад лично примет президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин. Кроме того, в параде будет задействовано до 200 кораблей, около 100 единиц боевой техники и до 15 тысяч военнослужащих. Восьмой в новейшей истории главный парад военно-морского флота Российской Федерации продемонстрировал безупречное техническое оснащение российского флота и самые инновационные разработки военно-морской отрасли. Главные герои праздника показали высочайшее мастерство. В идеальном кельваторном строю под Андреевским флагом корабли прошли по фарватеру Невы, подвосторженные крики зрителей. История Александр Санкт-Петербурга. День ВМФ – это, скажем так, итог всей нашей деятельности служебной. Ну, опять же, это гордость за Россию, за военно-морской флот. Поздравляю всех, всех военнослужащих военно-морского флота. Всем здравия, всем счастья и добра. Также привет моим товарищам, однокурсникам с Белоруссии. Они со мной учились, надеюсь, увидят, вспомнят. На Невском рейде президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин, встретился с главкомом ВМФ адмиралом Александром Моисеевым. Они вместе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым обошли парадные линии боевых кораблей на Неве, в том числе иностранных. Ведь в этом году в параде участвуют китайские, алжирские и индийские суда. Приглашены также и делегации этих стран. После приветствия экипажей кораблей, стоявших на рейде Невы, президент Российской Федерации прибыл на Сенатскую площадь для того, чтобы произнести торжественную речь и поздравить всех моряков с праздником. Товарищи матросы и старшины, мичмены и офицеры, доблестные участники специальной военной операции, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с днем военно-морского флота. Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну, морскую державу. Глава государства также отметил, что именно флот стал для царя-реформатора Петра I важной опорой для создания Российской империи и на века сохранил свою значимость для обороноспособности страны, достижения ее ратных промышленных, технологических и научных триумфов. После речи началась демонстрация военно-морской техники на Неве. Буквально только что президент Российской Федерации Владимир Путин произнес торжественную речь, поздравил всех моряков, всех тех, кто причастен к службе на флоте с праздником военно-морского флота. А прямо за моей спиной в кельваторном строю уже проходят Сенатскую набережную корабли военно-морского флота Российской Федерации. Среди них противодиверсионный катер юнормеец Татарстана, который назван в честь Всероссийского патриотического движения. Сразу за ним в кельваторном строю десантный катер Алексей Баринов с ботиком Петра I. Ведь с увлечения великого царя строительством маленьких лодок на Плещеевом озере и началась история русского флота. Далее на фарватере Невы корабль минной защиты морской тральщик Александр Обухов с самым большим монолитным каркасом из стеклопластика. А затем гордость русского флота. Малый ракетный корабль «Советск» краснознаменной Каспийской флотилии. Завершился парад торжественным маршем. Открыл его сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. За ними рота почетного караула и парадный расчет Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища. Команда проекта «Добрая Раница Беларусь» поздравляет всех моряков, всех тех, кто причастен к службе на флоте, а также их близких с днем военно-морского флота и желает всего самого наилучшего, новых побед и достижений. Субтитры создавал DimaTorzok